Музыка Испания Далекая солнечная страна Шенгенского соглашения Куда мы направились с краткосрочным визитом Для продолжения подводных исследований По прибытию в международный аэропорт Аликанте Море На арендованном автомобиле Наш экипаж направился в рекомендованный коллегами Местный дайвинг-центр Находящийся на самом берегу Средиземного моря После краткого обмена мнениями Мы приступили к изучению нашего основного объекта исследований Пещеры воды Музыка Музыка До подземного озера Куэва де Аква Пещера воды Одна из самых интересных пещер Европы А интересна она еще не тем, что здесь очень хорошая прозрачная вода Но то, что здесь обратный термоклер То есть из холодной воды переходит в горячую Температура доходит до плюс 30 градусов Пойдем в Грецию И здесь нам очень повезло Мы встретили первого открывателя этой пещеры Ивана Луиса Который рассказан Что пещера была открыта им аж в 1963 году И следуется до сего времени Воодушевленные подвигом первого открывателя Мы начали свое исследование данного объекта Вход в пещеру начинается с большой каверновой зоны Где еще виден солнечный свет И тут дайверы встречаются с первой трудностью Основная ходовая линия Находится почти сотни метров от поверхности Которую приходится искать почти в нулевой видимости Кстати, пещера считается исследованной Если в ней установлена соответствующая навигация И она нанесена на карту В нашем случае этот процесс длится уже более 50 лет И путеводные нити проложены почти по всем галереям Однако разобраться в этом под силу только опытным дайверам Длина основной галереи составляет 860 метров А далее не так давно Был открыт еще один ход Через который надо пробираться только сняв себе баллоны Для этого уже необходима особая подготовка Зато данным смельчакам могут открыться новые места Где никто никогда не бывал И это мечта каждого киевдайвера Недалеко от выхода находится печальное достопримечательное Оборудование погибшего в этом месте дайвера Который не смог найти обратный путь в многочисленных лабиринтах пещеры И это еще раз подтверждает Что кейфдайвинг требует наивысшей квалификации и профессионализма Древний город Капахена, где мы остановились Был основан в 4 веке до нашей эры И долгие века оставался важным форпостом на Средиземном море И в наследство от былых времен Его потомкам и многочисленным туристам В городе осталось множество исторических павятников Римский театр Картахенский собор Городские укрепления Старинные здания и сооружения Также в городе проводятся многочисленные фестивали На один из которых нам посчастливилось посмотреть И после всех событий Мы с удовольствием совершили променад по вечернему городу На следующий день нам предстояло исследовать еще одну пещеру Протяженность маршрута 240 метров Максимальная глубина У нас получается 22 метра примерно Морская пещера Находится вот там за поворотом Добраться до нее можно только со стороны открытого моря Для чего мы и вышли из бухты на небольшом кораблике Под управлением женского экипажа Подготовив самое необходимое снаряжение Мы погрузились в воды соленого моря Пещера, несмотря на свои размеры, оказалась очень интересной Здесь узкие проходы Широкие и прозрачные галереи Подводные обитатели И там даже рыбы приучились ходить по основному ходовику К сожалению, у всего хорошего тоже есть окончание И после комфортной загрузки на борт корабля Мы отправились в обратный путь Редактор субтитров А.Семкин